Дорогие друзья, рада приветствовать вас снова на своем канале, меня зовут Саша и сегодняшний видеоролик я бы хотела совместить. Во-первых, посвятить его обзору палетки бренда Amor As, которая называется Macaron Magic и с другой стороны, я бы хотела показать несколько летних легких цветных вариаций на каждый день, которые можно создать буквально в три розчерка. Все тайм-коды традиционно в описании, поэтому если вас интересует определенный кусочек этого видеоролика, можете с легкостью кликать и переходить именно к нему, а я начну нанесение макияжа. На веко нанесу базу от Art Deco тонким слоем, как на верхнее, так и на нижнее. И пока база окончательно не схватилась, приступлю к макияжу. В качестве темного и акцентного цвета я хочу воспользоваться Tropical Mango и нанесу его во внешний угол глаза. Если говорить про Macaron Magic, то этот оттенок значительно более пыльный, чем другой, потому что здесь в составе есть микро-микро-блесточки. И вбивающими движениями буду наносить во внешний угол глаза, также немножко дублируя и на нижнем. Немножко подтушую к центру подвижного века. Возьму растушевочную кисть от Миши Ведяева и приступлю к нанесению второго желтого оттенка из палетки. На этот раз я возьму матовый, чистый матовый без блесток, который называется Exciting Lemon. И он чуть меньше пылит, чем предыдущий, потому что как раз блесток уже в нем нет. Нанесу этот оттенок во внутренний угол глаза, чуть-чуть заводя его на нижнее веко и также по подвижному. Наносить стараюсь быстро, пока база у меня еще в липком состоянии. Как только она схватится, мне придется придумывать что-то более липкое, чтобы также зафиксировать этот цвет. В завершающем этапе мы ставим блестяшка. У меня будет Fresh Moucher. Я ее нанесу на подвижное веко. При помощи пальца слегка подтушую до более прозрачного состояния. Она немножечко с ледяной текстурой, поэтому, чтобы получить более гладкий эффект, лучше все-таки ее немножечко растирать. На ресницы нанесла тушь Sky High от Maybelline. В качестве румян у меня 0,8 оттенок от Fenty Beauty под названием Summertime Wine. И в качестве хайлайтера розовый от Asgard Queen. И вот какой макияж сегодня в летнем стиле у меня получился. Субтитры сделал DimaTorzok Если предыдущая версия была моно, сейчас я постараюсь немножко окунуться в цвет. Нанесу на веки базу, опять же, Art Deco. И буду акцентироваться больше на вот этих вот оттенках, которые представлены в палетке Macron Magic Cota Moraes. С некоторыми частичками шиммера, микро-микро шиммера. И затемнять, пожалуй, буду бирюзовым оттенком при помощи плоско-пушистой кисти. И пока база не залипла. Следующий оттенок, соответственно, который я хочу задействовать, это Festival Champagne. Розовый фиолетовый цвет. Тоже на такой же по текстуре, со включениями мелкого-мелкого шиммера в себе. Пока база окончательно у меня не зафиксировалась, есть шанс подналепить эти оттенки как можно более интенсивно. И далее также в эту гармонию цветов добавлю вот этого персикового оттенка, который называется Brandy Apricot. Он точно такой же по текстуре, с содержанием мелкого шиммера. И как раз на веки это все может смотреться довольно прикольно. Вот этот оттенок уже набивается чуть похуже. И совершенно четко понятно, что под него очень нужна как раз-таки белая база. Ну или какая-нибудь молочная база, чтобы иметь возможность вытащить из него всю его квинтэссенцию пастельного цвета. В то время как с предыдущими оттенками такой необходимости у острая у меня не было. На нижний век хочу нанести два шиммера. К более внешней части глаза Sea Foam. Он, кстати, суховатый, набирается не так легко. Где-то довожу до середины. Беру другую кисть в руку и буду наносить следом другой шиммерный оттенок, также более темный. Пусть будет вот этот вот Swirling Raspberry. Он уже более лепешистого типа, но точно так же склонен засаливаться в рефиле, хотя по подтону очень симпатичный. Немножко смешиваю на стыке эти два оттенка друг с другом. И во внутренний угол глаза хочу нанести глиттерный оттенок, который называется Silver Brushed. Как раз-таки подальше от опасной зоны. Верхнюю водную линию оформила коричневым каялом от Alien в 0,2 оттенке Blink. Нижнюю слизистую оформила Urban Decay с каялом бирюзового цвета в оттенке Deep End. Также тушь, которую я использовала в кадре, Lancome Hypnose. И в качестве хайлайтера я задействовала розовый оттенок из Sacred Glass Джеффри Стара. На губах у меня, соответственно, масло от Dior Lip Oil в малиновом его оттенке. И вот какой сегодня летний макияж у меня получился. Продолжение следует... Новая база от NYX. В складку заложу оттенок Cherry Marble. Он хоть и сатиновый, но мне кажется, для этого он неплохо может подойти. Хотя, кстати, тяжеловато. Набирается он из рефила. Но довольно плотный по содержанию пигмента. Розовый с легким-легким перламутровым эффектом. База NYX чуть-чуть липковата, поэтому на нее неплохо фиксируются эти тени. Да, оттенок сам по себе очень симпатичный, но тем не менее, как-то немножечко не свежо, что ли, на веке выглядит. Как будто слегка подкукоживает. На подвижный век хочу нанести вот этот персиковый оттенок, который называется Feeling Peachy. И он уже более рыхлый, и он даже крошится в рефиле. Нормально так он крошится. Опять же, благодаря чуть липковатой базе от NYX, оттенок неплохо липится на подвижное веко. И даже неплохо смотрится на нем. Ну и за счет того, что самый темный оттенок макияжа и самые светлые на подвижке обладают сатиновой природой, друг с другом они очень неплохо смешиваются. На нижний век я хочу нанести красный оттенок, который называется Dainity Rose. И он, судя по всему, будет достаточно плотным, пигментированным. Да. На нижний веке у меня есть база под тени, но, несмотря на этот нюанс, все равно тени очень неплохо наносятся и отдают свой пигмент. Мягкие шелковые, не меловые. Во внутренний угол глаза хочу нанести белую подложку под тени от Lamelle из их коллекции Zombie, совсем в незначительном количестве. И немножечко поднабить в эту феерию цвета матового оттенка, который называется Shy Grape. Я его раньше использовала в какой-то одной из реконструкций Таметанука. И вот он, опять же, как и многие матовые из этой палетки, довольно-таки плотный и шелковый. На верхнюю водную темно-коричневый от Alien в оттенке 02 Blink. Тушь у меня в кадре Maybelline Sky High. И что еще? Румяна. Я добиваю двушечку Blush Glow Duo. Раздробила я ее и хочу добить в ноль, потому что это стоит того. И на губах у меня бальзам от Nars, Orgasm в оттенке Fast Lane. И вот какой сегодня макияж у меня получился. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. City of Jimmy Lights намного более пигментированные и мягкие. С ними можно работать даже не имея белой подложки под тени. Но если добавить белую подложку, безусловно, еще ярче, еще круче будет смотреться. И это только если обсуждать матовые. Если же обсуждать металлики, то здесь полный провал в этом смысле. Здесь, конечно, просто на невероятном уровне все находится. Как вы помните, я делала как раз обзор прошлым летом на эту прекрасную палетку City of Jimmy Lights от Root Cosmetics. И хоть она мне немножечко в плане стойкости не совсем пришлась ко двору, но все остальное мне настолько понравилось, настолько сильно покорила меня эта палетка и мое сердце, что я ей даже на Айрике поставила пятерку, просто потому что в некоторых аспектах работоспособности этой палетки действительно очень много нюансов перевесила в положительное русло. В то время как у Amor As, как бы я не любила этот бренд, к сожалению, эту палетку я какой-то лучше назвать не смогу. И это для меня на самом деле шок, потому что, зная невероятно крутое качество бренда Amor As и их теней, я постоянно, кстати, с Root даже их сравниваю, насколько они для меня были в своем роде на одной планке, и как этой пастельной палеткой в какой-то степени бренд меня разочаровал. Да, здесь великолепная вариативность, да, здесь прекрасная гамма, здесь великолепные пастельные оттенки, но меня изрядно смущает количество секвинов в этой палетке. Секвины – это те самые матовые цвета, которые включают в себя еще микро-микро-блесточки. Зачем и к чему – неясно. Какого-то определенного лоска на веки они не несут, но при этом с течением носки любят осыпаться под глаза, что не самое лучшее качество для теней для век. Ну и в плане сияющих цветов, хоть здесь неплохо сбалансировано как раз содержание шиммеров металликов, но они являют из себя слюдяные такие текстуры, суховатые. Это в какой-то степени отображается на стойкости. Я вот сколько выгуливала макияжи с этой самой палеткой, вот ничего никуда у меня не стекло. Хотя я носила летом, как раз вот все это время сейчас тестировала эту палетку, туда-сюда каталась, и все было замечательно. Безукоризненно, прекрасно все держалось. Это, пожалуй, одна из сильных сторон, немногочисленных сильных сторон палетки бренда Amor As под названием Macaron Magic. Наличие трех глиттеров. Я не буду прицепляться к этому параметру, потому что глиттеры Amor As мне нравятся, если, конечно, рассматривать их как некие такие точечные зональные акценты куда-нибудь в качестве хайлайтера или своеобразной имитации веснушек на щеках. Здесь все работает прекрасным образом. К матовым из этой палетки у меня вопросов не так и много. Они, в принципе, довольно-таки неплохи, но за счет того, что это пастель, и пастель, к сожалению, не самого лучшего качества, здесь очень-очень нужна белая подложка. Я использую время от времени белую подложку под пастельные оттенки, но далеко не всегда и далеко не каждый день, потому что, когда я включаю в макияж пастель, нанесенную на белую подложку, она получается просто мега вырвиглазной и очень-очень яркой. Я не очень люблю настолько яркие акценты в повседневных макияжах, поэтому предпочитаю обходиться без нее. Но если мне необходимо вытащить цвет и нужна прямо яркая квинтэссенция, безусловно, я беру в руки базу. У меня в качестве этой базы выступает очень часто вот это вот Fake Blood Pigment. От Lamelle, вот эта вот кровь призрака. Я ее очень люблю за это, но лишний раз как-то вот не хочется ее подключать к работе. Здесь не так и много металликов, но, тем не менее, палитка действительно вариативная. Здесь можно создать как некие легкие нюдовые версии, более теплые вариации, можно более яркое что-нибудь сделать. В принципе, она работоспособна, но, к сожалению, по истечению времени тестирования я бы не сказала, что моя рука бы к ней тянулась. Она довольно-таки неплоха, но, к сожалению, если сравнивать с одной из моих любимых палеток бренда Amor As, которая называлась Snow Queen, кажется, на которую я делала обзор, и которую бренд мне присылала на независимое тестирование, вот там как раз-таки качество было намного лучше, чем Macaron Magic. Здесь все же по суше, и здесь все же не так хорошо. Но стоит сказать, что здесь, безусловно, есть оттенки, которые мне понравились. Особенно вот эти вот три секвина, даже я бы сказала, наверное, четыре, и те версии дневного макияжа, которые создавала при помощи этой палетки, подключая теплые цвета. В принципе, не самая плохая пастель в моей жизни. Но с учетом того, сколько пришлось мне пройти испытаний, прежде чем эта палетка ко мне доехала с официального сайта в свое время, сколько нервов я потратила, и какие надежды на нее возлагала, я бы не сказала, что эта палетка достойна моей коллекции. Не самая худшая пастель в моей коллекции, не самая лучшая пастель в моей коллекции. Некая такая пограничная ступень. Могу сказать как-то так. Если, в принципе, у вас есть доступ к Amore As, можно прикупить. Но вообще, я бы советовала бы вот эту, City of Jimmy Lights от Root Cosmetics. Вот она прям в разы круче и интереснее. Большое спасибо за время, уделенное на просмотр этого ролика. Спасибо вам за ваши комментарии и за то, что вы остаетесь со мной. Я надеюсь, этим роликом сумела вам немного стать полезной. Увидимся с вами снова. Как всегда, через два дня на третий. С вами была Саша. И до скорых встреч. И всем пока-пока.